Друзья, мы с вами на озере Лапать, что находится в 16 километрах от Мурманска, где лаборатория устойчивого развития и команда проекта ArcticSup решили навести порядок и немножечко убраться. Это сделается для того, чтобы люди обратили внимание на то, какой чистой, красивой и очень такой притягательной может быть природа, если она без мусора. Сегодня мы с вами здесь посмотрим, как проходит уборка, поговорим с участниками и поразимся той красоте, которая нам открывается. Друзья, мы с Александром, с Алиной, это лаборатория устойчивого развития и ArcticSup. Что вас объединило, ребята? Мы вообще, в принципе, очень давно знакомы, дружим и всегда за любую какую-то активность, движуху предложила Александру. Это, можно сказать, прямая их деятельность. Они сказали, конечно, все организуем, все поможем, сейчас сделаем. Ты сказала, давайте где-нибудь уберемся, правильно? Ну, у нас была такая идея на одном из наших любимых озер закрыть сезон. Озеро Лапоть, давайте его обозначим. Да, это конкретно это место, озеро Лапоть сейчас в этот раз, я думаю, что это не последняя такая наша акция. Решили закрыть сезон открытой воды, катание на сапах и заодно привести в порядок наше любимое место. Александр, с восторгом воспринял идею, с радостью, с счастьем. Я всегда за то, чтобы на природе убираться. Во дворах, конечно, тоже убираться хорошо, но когда выезжаешь на природу, вот такую погоду, прям помогла сегодня погода нам. Дело спорится быстрее. А правильно понимаю, что для лаборатории устойчивого развития это тоже закрытие сезона? Ну, именно субботников? Я думаю, нет. У нас есть еще в октябре задумки пару субботников провести, наверное, в черте города, скорее всего. Потому что по погоде вряд ли уже будет. Ну, мы-то всегда готовы тоже присоединиться. Даже если мы не будем кататься на сапах, мы все равно за любую активность. Я думаю, что здесь мы сразу в этот день и природе помогаем, и на сапах знакомим людей, кто еще не катался у нас, не было возможности к нам доехать, попробовать это. Сегодня мы это делаем, конечно же, бесплатно для всех, как открытый урок. Мы собраться все вместе. Ну, правильно, Александр, он постоянно занимается субботниками. Ты тоже, в принципе, можешь сказать, постоянно занимаешься такой вот волонтерской деятельностью. А как вы оцениваете территорию после того, как субботники прошли, спустя какое-то время? Она все-таки менее грязной становится? Люди как-то более внимательны к ней относятся? Или не сильно это помогает? Мне кажется, помогает, потому что это привлекает внимание. И все-таки люди начинают немножко задумываться, когда приезжают сюда отдохнуть. Сюда там шашлыки с друзьями на природу. Ну, и в принципе, я скажу, что многих ребят мы сегодня познакомились с таким прекрасным местом в нашей области. Что такое озеро Лапоть здесь находится, и как здесь красиво, приятно отдыхать. То есть, помимо экологического, это еще и такое географо-кровическое мероприятие. Потому что, на самом деле, было смешно, когда мы только-только в Мурманске встретились с волонтерами. И мне сказали, что, оказывается, еще и в Карелии где-то озеро Лапоть есть. И до него 12 часов ехать, у меня люди чуть ли не с рюкзаками пришли, сказали, мы готовы, грузите нас. Я, когда навигатор в Балузер Лапоть, мне было предложение съездить в Карелию. Я тоже хотел уточнять этот пример. В следующий раз поедем туда. Спасибо. Ну все, удачи. Давайте займем мешки, перчатки. Будем убираться. Будем? Поехали. Вы часто участвуете в таких мероприятиях? Почему? Потому что мы в Эко-Арктике. Потому что вы из Арктики, да? Правильно? Из КАРТИК. Эко-Арктик. А вы Эко-Арктика. Ребята, девчонки из Эко-Арктики. Могу. Для тех, кто не в Мурманске, это какая-то абракадабра. Давайте как-то расшифруем. Студенческое объединение университета. Который ведущий вуз региона, давайте так скажем, да? Отлично. И вот наши студенты, какой курс, факультет? Третий курс и факультет? Естественные науки. Она эколог, я биохимик. Отлично. Экологи и биохимик. Если они занимаются полевой работой, выбирают. Молодцы. Спасибо вам. Что вас удивило больше всего? Эти шланги. Шланги. Оплетка от кабеля, да? Ну, наверное. Видно, люди металлы доставали и эту оплетку оставили здесь. Вообще, как вы относитесь к тем, кто вот так вот себя ведет неответственно и мусорит? Плохо, конечно. Как бы мы их с вами наказали, если вы встретили? Не пускали в лес. А, бог, классная идея. Запретись тем, кто мусорит, туда заходить. Правильно? Да. Мне кажется, отличная идея, и ее можно воплощать и ставить в камеру видеонаблюдения на мусорил, и дальше либо ты выбираешь в 10 раз больше, чем на мусорил, либо не хочешь в лес. Все отлично. Мы придумали, как спасти лес от загрязнений. Ребята из Арктикса привезли сегодня 10 сапов, чтобы совместить и приятное, и полезное, и после экологического субботника такого, да, покататься, отдохнуть на природе, о чем нам они, в общем-то, и рассказывали. Это действительно так. 10 сапов готовятся для того, чтобы отправиться по озеру лапать вперед. Друзья, мы с вами побывали на субботнике, посмотрели, сколько мусора было собрано. Это действительно большой объем, несмотря на то, что визуально ты сюда приезжаешь, и, в общем-то, вроде как мусора нет. Начиная углубляться в кусты, проходя между деревьями, ты видишь, что и покрышки лежат, и стекло лежит, и какие-то металлические предметы, и много оплетки нашли от проводов. Я попрощаюсь к вам в очередной раз и прошу, когда вы приезжаете на природу, все-таки за собой убирать, и убирать за теми, кто этого сделать почему-то не захотел. И тогда мир будет лучше, чище, и гораздо приятнее будет в нем находиться. Всем пока! Арктика без мусора! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова